Добрый день, дорогие радиослушатели! В эфире передача «Народный интерес» ведущая Татьяна Федяева, звукорежиссёр Александр Санников. Сегодня мы пригласили в студию Виктора Ивановича Устинова. Добрый день, Виктор Иванович. Здравствуйте, доброе утро. Виктор Иванович Устинов – советский и российский военный деятель, политик, историк, журналист. Окончил Тюменское военно-инженерное училище, Белорусский государственный университет, военно-инженерную академию имени Куйбышева и военную академию Генерального штаба вооружённых сил СССР. Генерал-лейтенант, служил в вооружённых силах на командных должностях, был начальником военно-инженерной академии имени Куйбышева. С 1982 года занимается политической деятельностью, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации первого созыва. Добрый день ещё раз. Доброе утро. Ну, что, Виктор Иванович, о чём будем говорить? Давайте поговорим об армии, о сегодняшнем состоянии, и как выйти с этого положения, в котором она оказалась сегодня. Ну, давайте вот всё-таки, прежде чем говорить о выходе, поговорим всё-таки о том, что мы имеем сейчас. Знаете, почему? Вот недавно все средства массовой информации кричали «Сердюков», «Рособоронсервис», «Коррупция», «Васильева» и так далее, и так далее. А потом «Сердюков», «Рособоронсервис», «Васильева», потом уже слово «Сердюков» ушло, и армия. Знаете, а проблемы-то остаются? Сейчас уже затихли, начинаются новые темы, новые проблемы, как будто бы, а ведь это забывать нельзя. Это не надо было забывать, но сегодня так власть у нас устроена, что она, в общем-то, вскрывает финансовые крупные преступления, но не наказывает махинаторов и преступников. В армии за последнее время министерского должности министра Сердюкова совершено огромное, большое количество финансовых, административных нарушений. По расчётам счётной палаты, которые проверяла Министерство обороны, там обнаружено более 400 миллиардов утечки финансов из кармана, из бюджета государства. Оборонсервис – это только одна из структур, которая вскрыта по-настоящему сильно, и эта структура, надуманная, была создана вместо тылового технического обеспечения армии, министром обороны Сердюкова была создана такая структура – оборонсервис. Что в этом включало оборонсервис? Ещё слово «сервис» сразу представляется официант с полотенцем. Да, совершенно верно. Это закупка вооружения, это ремонт военной техники, это помывка личного состава, это уборка помещения, это приготовление пищи. Сирка, гимнастёрок и портянок. Да, это всё перепутано вместе, но на что выделялось огромные, миллиардные суммы средств. Притом такая маленькая деталь. Солдатское бельё стиралось по ценам, которые стирают бельё в гостиницах пятизвёздочных. Разница между тем, что обычная стирка и для пятизвёздочных гостиниц, она существенная. И в этом плане весь этот оборонсервис был создан как бы для проведения журналистских махинаций. И вы знаете, за это время, вот в течение министерского исполнения ДОСа министра Сердюкова, было уничтожено тыловое техническое обеспечение. Без тылового технического обеспечения армия существовать не может. Представляете, завтра начало боевых действий. Разве оборонсервис может восполнить боевые, тыловые технические части, которые обеспечат жизнь боевым действиям армии и флота? Это же девушки, женщины не могут выехать в поле и так же воевать. Они могут, конечно, как это великое, как это все равно. Но надо структуру... Я представляю, Васильева в бриллиантах выезжает в поле. Да, выезжает в поле и обеспечивает. Оставив 13-комнатную квартиру в палатку. Совершенно верно. Это вообще-то то, что произошло, вы знаете, сравнимо с преступлением, которое совершил министр обороны при царе Сухомлина Владимир Александрович. Он перед Первой мировой войной разрушил, в общем-то, вооруженные силы. И мы, вступая в Первую мировую войну, не имели даже винтовок, тяжелого вооружения. Все это было разрушено сознательно, Сухомлином. И, кстати, Сухомлинов, как только случилось революция, он уехал в Германию, получил там гражданство, закончил жизнь в Германии. В тишине покоя. В тишине покоя. Это был германский агент. Вот сегодня, сравнивая сегодня события, вот в армии, произошли которые в реорганизации, в поломке ее структур, видно не просто финансовое преступление, а видно вредительство. Вот я прочитала недавно такую фразу, что это надо приравнивать к измене Родине. Наверное, это правильно будет говорить, потому что, смотрите, вот у нас было, вообще о реформах в армии надо было поговорить, было особо, потому что реформы почему-то мы все время обращаем на реформу в сухопутных войсках. Да, там нужна была какие-то делать преобразования. Было у нас много дивизий. В войну мы начали в Великой Отечественной, у нас было 33 дивизии. В 90-х годах у нас было порядка где-то около 200 дивизий, их нужно было сокращать. Но главная реформа должна была произойти в воздушно-космических войсках, в воздушно-космической обороне, в авиации, в противовоздушной обороне. Там совершенно не было никаких реформ, там шло разрушение. А начали и все время акцентировали внимание на реформу в сухопутных войсках. В итоге всю структуру сухопутных войск разрушили, полностью разрушили, которая существовала в советскую эпоху, доказала свою жизненность, выдержала все испытания даже войной. Вся эта структура разрушена. И вместо нее создали 39 общевой войсковых бригад. Бригада по своему боевой мощи, она вступает даже в силе мотострелкового полка Советской Армии. И вот эти 39 бригад для всех сухопутных войск вооруженной силы России. Одна бригада на Дальнем Востоке, примерно зона неответственности 3000 километров. Можно ли что-то на этом расстоянии бригады это сделать? Конечно, никакой возможности она не может быть. В случае боевых действий на Западе, вторжения НАТО на Западе, мы можем выделить туда 4-5 бригад, больше у нас никаких сил нет. Одним словом, и бригады эти по своей составу, по своей численности, численность имеют 60-70%, они практически не воиготовлены. И мне рассказывают те, кто сейчас служит, что когда поднимают бригады по готовности, они не могут выйти дальше в своих городках. Они вооружены техникой прошлого века. Вот сейчас мы поговорим как раз о военных городках. У нас было не так давно 7 тысяч военных городков, так? Да, около 7 тысяч. Около 7 тысяч. В каком они сейчас состоянии, сколько их осталось, и вообще нужны ли они вообще? Потому что говорят, что это неоптимально, и нет смысла содержать. Что вы думаете по этому поводу? Вы знаете, в этих городах, они, как правило, дивизионные, гарнизонные, полковые городки. Там жили тысячи, десятки тысячи офицеров и семей офицеров, прежде всего. Жены, их дети. Там они имели, в советское время имели работу, обслуживали военные гарнизоны, коллективы. Сейчас они все заброшены. И по мнению Сердюкова, как он сделал вывод, таких надо городков оставить всего 300. Подождите, а кто у нас главнокомандующий? Дан Комедович Верховный у нас президент. А почему главнокомандующий не решает такие? Почему Сердюков, человек, который занимался торговлей табуретками, решает, сколько военных городков надо оставить? А не главнокомандующий? Вы знаете, все решения принимает в конечном итоге президент. Владимир Владимирович Путин как-то сказал в одной из пресс-конференций, чиновника много, решения принимает только я. Это заставляет задуматься. Да, это заставляет задуматься все, что принимало решение Сердюкова по сокращению академии, по сокращению вооруженных сил, это на всем стоит подпись президента. Верховный у нас командующий был Лето Медведев, является Лето Путин, это всегда решение президента. Городки брошены. Так же, как брошены многие нерентабельные городки, районы и центры в Сибири на Дальнем Востоке. Это человек вообще нерентабельное создание. Да, получается, что так. Это же не нефтяная скважина. Да, это нефтяная. Но дело в том, что надо организовывать, надо создавать рабочие места. В 1927 году, в 1927 году, после революции Казахстанской войны, безработица была покончена. В 1927 году уже она была, безработица была ликвидирована. В Белоруссии практически нет безработицы, там 2-3% безработных всего-навсего. А у нас огромное количество. Так вот, в отношении, вернёмся в отношении городков, они полностью брошены, отключено часто электричество, горячая, холодная вода. Представляете, в Читинской области на удаление Читы на 300-500 километров, где-то в Забайкалье, в степях, городок, где живут десятки тысяч людей. Они обречены на смерть там найти, потому что там ничего нету. Нет работы. Это самое главное. И нету тепла, нету воды. Вот недавно было собрание офицера-ветеранов, с Дальнего Востока выступал, один представитель оттуда говорил, что в городках, военных городках, по часу, по два вся электричество включается. Всего-навсего на городок. А вода горячей не бывает, а холодная вода такая, что с неё можно червить, падать. Одним словом, запущенность. И вот это вот несколько тысяч городков, обречённых, уже давно обречённых на гибели, это печальное явление в нашей стране. И никому до этого делать. И вы знаете, что ещё поражает, что за годы сокращения, вот реорганизации реформ, из армии уволено более полтора миллионов человек, офицеров. И по данным, которые не опубликованы, но которые имеются, в общем-то, более 200 тысяч офицеров и сверстовщиков покончили с собой за эти годы самоубийством. От безысходности. От того, что некуда приложить свои силы. Ещё раз эту цифру. Более 200 тысяч офицеров и сверстовщиков покончили жизнь самоубийством. Суицидом. Откуда эти цифры? Это цифры, это и должны, генеральная военная прокуратура цифры знают, просто они не публикуются. Мы, кстати, по всему миру, по суициду, по суициду занимаем первое место в мире. Это не делает нам чести. Это не делает, у нас не только по... Позор. Это позор страны. Мы по СПИДу на первом месте, по воровству, по многим мы... По богатству. По богатству, по бедеству. По количеству миллиардеров. Да, по самым худшим, так сказать, показателям мы занимаем первое место. По первым местам я не знаю, где мы впереди. Сколько осталось военных городков сейчас? И кто вообще этим сейчас занимается? По замыслу, по замыслу этих городков должно остаться около 300. Так они, в общем-то, уничтожаются. Так, 7 тысяч... Почувствуем разницу. 7 тысяч и около 300. Это на два порядка меньше. И этим должно заниматься оборонсервис. Вот этот оборонсервис, который воздавлял Евгений Васильев. Ну, гений до этого, мы понимаем. И до этого они занимались практически откровенным грабежом государственных средств. Печально и смотреть на то, что председатель правительства назвал, в это время, когда уже обнаружилось воровство и серьёзное упущение в работе министра обороны Сердюкова, председатель правительства называет его эффективным менеджером. Вы понимаете, получается так, что женщина или мужчина, просто человек, укравший булочку, его посадят запросто на трое-пять лет. Преступники государств из власти, ворующие миллиарды, миллионы, они ничего не получают. Я всегда задаю вопрос, кто виноват и что делать? Виновата власть. Власть это такое аморфное образование большое. Вы знаете, первый человек в стране виноват в этом плане. Это Путин. Он говорит, когда его задают журналисты вопрос, почему не наказан, почему нет посадок, он говорит, ну, Нинжерс вернулся в 1937 год. А при чём тут в 1937 году? В 1937 году была разработана группа заговорщиков, была с генералом, маршалом Тухачевским, который ставил на цель свержение советской власти. Эта группа заговорщиков была тесно связана с группой заговорщиков в Германии. И в Германии, и наши военачальники, живущие в Советской России, одновременно планировали совершить государственный переворот и в Германии, и в России, и в Советской, в основном, диктатуру военную. То есть вы проводите параллель такую, да? Да, я провожу параллель. Ну ведь, как там говорят, вор милее душегуба. Ну да. Это ироническая такая пословица. Так вот, 1937 год. Там, в общем-то, были наказаны маршалы, генералы, участвующие в заговоре. И около 38 тысяч офицеров в течение 1937-го прапорщиков, сверсовщиков в течение 1937-1938 года были удалены из армии. Это люди польской, немецкой, финской, литовской, эстонской, венгерской национальности. То есть Сталин вместе с Ворошилом очищал ряды армии перед той неизбежностью войны, которая была основана в США. Это вопрос такой, очень, как бы, очень спорный, и он очень сложный вопрос. Мы давайте все-таки не уходить в 1937-й год, хотя наш президент, кстати, президент предостерегает. Не пойдем в 1937-й год. Что мне нравится у Иосифа Виссарионовича, это неотвратимость наказания. Совершенно нравится. Независимо от личности. Есть у нас эта неотвратимость. И вы знаете, и неотвратимость наказания лечила с исправлением трудом. Вот я в книге своей «Политической тайны Второй мировой войны», которая опубликована и издана в этом году, я пишу о том, что конструктор Туполева примерно на 15 тысяч рублей конструкция бюро совершила правонарушение, финансовое нарушение. Он получил 15 лет. За каждую тысячу по году? Ну, похоже так. И в итоге его такую народную шарашку посадили здесь, под Москвой. И он трудом исправлял свое нарушение финансовое и изобрел самолет. То есть, Виктор Иванович, я вас, я поняла. Вы предлагаете Сердюкову дать сколько-то лет, и пусть он изобретает табуретку или что там, шкаф для кухни. Пусть работает на благородство. А отечество исправляется трудом. Потому что эти маститые воры, ну, они просто беда для нашей России. Вы смотрите, ведь не только Министерство обороны. Во время саммита ОТС, там украдено около 10 миллиардов долларов. Около 10 миллиардов. Во время сельского хозяйства 40 миллиардов рублей. Это только озвучено. Только озвучено. Вы знаете, куда бы, какое бы министерство им не взять сейчас, везде будут найдены эти преступления. Потому что нету спроса, нету спроса чиновников, они должны отвечать головой за свою работу. И спрашивать надо не всех, кто там, стрелочников за финансовые нарушения, спрашивать надо с министром. Чем высшая степень спроса, тем больше ответственность по всей структуре власти. Дорогие радиослушатели, мы работаем в прямом эфире. Это передача «Народный интерес». Сегодня наш гость Виктор Иванович Устинов. Советский российский военный деятель, политик, историк, журналист. Виктор Иванович Устинов был депутатом Государственной Думы первого созыва. В свое время возглавлял военно-инженерную академию имени Куйбышева, генерал-лейтенант. Телефон студии прямого эфира. 629-08-73. Код Москвы 495. Напоминаю, что передачу веду я, Татьяна Федяева, звукорежиссер Александр Санников. Ну вот, Виктор Иванович, мы немножко сказали о военных городках, которые оказались брошенными. Они брошены не Сердюковым, они брошены государством на самом деле. Сердюков это, ну, сегодня Сердюков, завтра там друг. Он исполнитель воли президента правительства. А вот давайте поговорим о том, ну вот, например, не хочется как, если завтра война, если завтра в поход. Ясно, что пехота сегодня, ну, это не самое главное. Вот скажите, авиация, космонавтика, военный космос, это всё-таки, да? Допустим, морские какие-то части. Что в этом смысле мы можем сказать? Вы знаете, за последние 21 год, вот, правление либеральной власти в России, во время правления Ельцина, Путина и Медведева, мы отстали от передовых европейских стран, совершая примерно на 30-50 лет. Каждый год того отстоя, который у нас находится в экономии, каждый год такой отстои стоит 2-3 года развития. Мы эти все годы стояли, были, находимся в отстой. Как на велосипеде стоишь, значит, падаешь. Да, значит, да. Вот мы находимся в этом положении. Повторяю, мы отстали на 30-50 лет. И сейчас, чтобы нам выйти из этого положения, в котором оказалась страна, надо, как Сталин говорил, или мы пройдём этот быстрый рубеж, совершенствование, преобразование индустриальное, или пройдём за 10-15, или нас сомнут. Вот такое у нас сейчас точное положение. Что у нас с авиацией? Вообще, ну, с сухопутными войсками, я сказал, они полностью разрушены. Вот маленькое управление с сухопутными войсками раньше осуществлялось с главкоматом сухопутных войск. Он был создан в марте 46-го года, главная команда сухопутных войск. Он включал 3600 тысяч генерал-эфицеров. 3600 человек. Сейчас 90 человек. Можете вы представить, чтобы, так сказать, управлять такой огромной махиной, 90 людьми из 90 человек? Это просто какой-то абсурд. Это сухопутные войска, неполные сухопутные войска, не приспособлены, не готовы к ведению войны, утрачена система управления. Это первое. В отношении авиаций. Авиация 20 лет не пополняется новыми самолётами. А как же парады? Это лета из стрижей и витязей. Это самолёты 4-го, 3-го, 3-го, 4-го поколения. В Америке уже, и в Европе уже самолёты 5-го поколения. Самолёты американские нового 5-го поколения обнаружит, наши самолёты намного сотен километров раньше, и осуществляет поражение намного сотен километров раньше. То есть, не входя в зону поражения, они уничтожают наши. Мы против, допустим, войск НАТО можем воевать так, как индейцы против испанцев. Понятно. У тебя в руке сабля, а против тебя в руке транспортер. Да, стрела, а там огнестрельное оружие. Вот разница. У нас звонок премиум продолжит. Пожалуйста, говорите, не забывайте сказать, кто вы, откуда, и в течение минуты задать вопрос. Доброе утро. Доброе утро. Это Краснодар, Людмила Николаевна. Вот, Татьяна Степановна, хочу задать глубоко уважаемому вашему гостю такой вопрос. В своё время Лев Николаевич Толстой в романе «Война и мир» словами Пьера Безухова предостерёг или как бы напутствовал будущие поколения. Он сказал, что все великие мысли, которые имеют огромные последствия, всегда очень просты. Вся моя мысль заключается в том, что если люди порочные, объединены между собой и составляют силу, то людям честность нужно сделать то же самое. И вот такой вопрос. Вот скажите, пожалуйста, вот слушаешь людей, которые приходят на народное радио, все говорят правду, все честные, порядочные люди. Ну, или потому что они не объединены между собой, или я не могу понять, что происходит в государстве, почему порочные люди, они одерживают верх. Благодарю за ответ. Спасибо, Людмила Николаевна. Вы знаете, так всегда бывает в странах, где законы работают неравномерно, неправильно. Там, где законы защищают богатых и обрушиваются на бедных. У нас сейчас такое положение, когда тот, кто много ворует, он практически не наказуем государству. Вы смотрите, ведь сколько мэров, губернаторов было в вине на воровстве партии «Единая Россия». Хоть бы кого-то посадили, мы помним, никого. А даже начнем с плоской шкалы. Для богатого и для бедного. Ну, это новое положение. Вы знаете, Татьяна, вас и меня могут арестовать и посадить на 3-5 лет, если мы украдем булочку. Зачем? Нас могут задать эту передачу. Сказать, что 282-я статья экстремизм. Вы назвали грабежом, а суд еще не сказал, что это грабеж. Совершенно верно. Поэтому надо уравнять, чем великие люди, даже Чингисхан, Баты, Тимур, Сталин, Наполеон, Екатерина, Пётр Первый, чем они добивались уважения и любви своего народа, уравнивая всех людей власти и простой народ в правах перед законом. Казалось бы, Пётр Первый мог все что угодно совершить, он царь, ему говорили, вы можете любой закон нарушить. Он говорит, если я буду нарушать закон, то тоже моим царствам будет выполнять этот закон. Вы помните судьбу сына? Сына он отдал на решение судебного сената. А сам не решился никаких, и сенат решил. Слушайте, я недавно услышала такое, что вот это Васильева, которую за огромные хищения наказали тем, что парикмахер к ней теперь домой приходит. Ну, у нее сейчас и Сердюков у нее находится. И Сердюков у нее обязали жить или там не обязали, но это не важно. А мне говорят, так а ты знаешь, что она родственница? Родственница жены одного из наших этих лидеров. Да, это да. Ну, вы знаете... Ну, вот и всё. Вот и всё, да. Но один о том, повторяю, что не может быть... Перед законом все должны быть равны. Это главное средство, которое делает людей, ну, что ли, равны. А кто это делает, чтобы перед законом были равны? Первое лицо в государстве. Вы знаете, всё в государстве зависит от первого лица в государстве. Царь или он, великий князь, или генеральный секретарь, или президент. Всё зависит от... Ну, что, значит, это у нас что, безвыходная ситуация? Нет, у нас не безвыходная ситуация. Надо, чтобы поднять роль парламента, поднять роль общественных организаций. Поднять роль Единой России, вы хотите сказать? Парламент. Я сказал парламент. Ну, главная партия. Дело в том, что надо очень много требований провести перевыборы парламента. Провести справедливый выбор. А выборы справедливые могут проходить только тогда, когда законодатель власть будет сама проводить выборы. Они исполнительные. Что у нас сейчас получают? Исполнитель на вас проводит выборы парламент во всеми законодателями. И на самом деле президенты ведь это исполнительная власть. Исполнительная. Всё, что мы говорим, это исполнительная законодательность сейчас в загоне. Она буквально Единая Россия слушает, что ей говорят, выполняет волю и ничего не делает. То есть такой придаток исполнительной власти. Ну, вы знаете, парламент, государственная дума, она названа так, название дал её дума. Это германский император Кайзер Викторович II предложил Николаю назвать наш парламент думой. Была дума берлинская, была дума мюнхенская и так далее, её назвали думой. Но та дума царская, она ещё хоть была, имела больше прав, чем нынешняя. Ельцин дума надеял такими правами, что она же призраками власти никакой не обладает. Она не умеет проводить парламентское расследование, она не назначает практически никого из министров. Она ничем, только бутафория одобряет, одобряет только законы, которые предлагает элегант, исполнительная власть, а своих она не выдвигает. Это поразительно, но в нашей стране так. Я был в первой думе, повторяю, она же призраком власти не обладает. Даже тогда, хотя тогда всё-таки... Хотя тогда что-то было. В первой власти царской, и особенно во время третьего правления, когда я работал в третьей царской думе, она настолько бюджет контролировала сильно царского правительства, что при правительстве Столыпина, что когда Николай II с семьёй уезжал за границу, то дума выделила определённое количество средств для нахождения в Германии в течение семи дней. То есть не просто, как сейчас наш первый уезжает, у него берёт 2-3 самолёта, гостиницы, Светлана Медведева, он во Флоренции для своей охраны себе снял целую гостиницу на 500 мест, уплатив сотни тысяч евро. То есть это наши деньги-то? Да, ну, конечно, это наши деньги. И тогда дума, повторяю, третья дума во время правления Столыпина, она даже такие вещи занималась обеспечением финансовым контролем за деятельностью царя. Мы вернёмся к этому вопросу. Мы начали говорить о авиабазах, о авиации, но сейчас примем звонок. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Да, здравствуйте, Татьяна Степановна. Здравствуйте, Виктор Иванович. Это Ольга Андреевна из Москвы. Вот. Я хочу сказать, ну, во-первых, вот в ответ на звонок из Краснодара, что у русских у нас просто нет власти, этим всё определяется. Виктор Иванович, Татьяна Степановна сегодня в 18 часов в «Русский лад» пригласить. Вы можете посмотреть, где это находится, недалеко от метро «Чистые пруды». Спасибо. Теперь, вот сегодня как раз в 18 часов. Прошу вас, Виктор Иванович тоже. Виктор Иванович, я вас хочу поддержать в том плане, что в 1937 году был заговор. Вот я владею немецким языком, я в интернете в немецком нахожу, значит, интервью на немецком языке сына одного из начальников Третьего рейха, значит, армия. Тухачевский был у него лично в гостях и так далее. Это действительно был заговор. Мы не можем вернуться к 1937 году, как говорит Владимир Владимирович, потому что тогда всех предателей надо будет расстрелять. Вот. А дело не в Сталине там еще в чем-то. То есть это вообще-то прямой посыл всем, кто у власти. Не только нам. Мы не можем вернуться в 1937 год. Вот. И еще вопрос. Вот, Виктор Иванович, есть такой Федоров, который сейчас везде озвучивает, что мы сателлиты или там вассалы США. Это таким образом власть, сверху стоящая, пытается прикрыть всю вот эту нашу слабость перед американцами. Теперь уже всем понятно, что все развалили. И поэтому они нам теперь рассказывают, что мы по-другому не можем. То есть вообще-то все логично и все понятно. Еще раз прошу вас прийти сегодня в Русский Влад. Спасибо. 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 Значит, ну, в отношении заговора мы сказали. В отношении теперь продолжим. У нас сложилось такое положение, вот, что сейчас нужно принимать решительные меры по борьбе с воровством государственного бюджета. И в том числе прекратить воровство в армии. Вы знаете, вот идет воровство в армии настолько сильно, что заместительный министр обороны при Иванове, при Сердюкове, при Сергееве настолько обогащали, что они стали миллионерами. Откуда у генерала появляется эта собственность на миллиарды? Вот скажите, вот вы генерал, у вас много собственности? Вы знаете, мы в советское время не могли рук взять у солдата. Это было стыдно, мы были воспитаны в совершенно другой эпохе. Власть сегодня нас делает буквально, так сказать, безразличными к судьбе простого человека. Вот в чем дело. Все, что бы не делалось, что на стране делается с помощью власти, значит, с помощью средствам сломаться. А у вас есть недвижимость за рубежом? Какая там? Какая может быть у генерала, советского генерала, какая недвижимость? О чем вы говорите? Да позвольте продолжить. Да, пожалуйста. Вот в отношении авиации, мы начали авиацию. Значит, вице-премьер Рогозин, когда стал вице-премьером, буквально бронил такую фразу. Наша военная авиация сознательно уничтожена. Это его дословные слова. Поэтому стрижи, витязи у нас с АТС, летает, пускает дымок, цветной дымок. И это все у нас нет самолетов пятого поколения. А нет этого пятого поколения, значит, мы не способны воевать с авиацией сегодня, с западной авиацией из США. И вся авиация сведена в 8 авиационных баз. Брошены десятки аэродромов, как и городские. И не случайно там где-то в какой-то области эти плиты стал какой-то полковник, стал распродавать частниками и так далее. Весь аэродром разобрал. В каком области? Во всех областях. Во всех областях, да. Короче, беспризорность в стране и так далее. И еще, значит, я бы так сказал, ссылается, что нам что-то помогут олигархи. Но вы знаете, олигархи у нас в стране такие, что они, все их капиталы работают на Западе. И живут они, Абрамович, Керимов, Усманов, Ваксельберг, Прохоров, все они живут. Все живут они на Западе, вы понимаете? И деньги их работают там. Вот Авин Фридман, это близкие друзья, Владимир Владимирович Путич, они все работают на Западе, вкладывают свои богатства там, на Западе. И вы знаете, что самое страшное? Все эти олигархи не связывают свое будущее с Россией. А кто-нибудь из них служил в армии, кстати? Нет, конечно, никто из них сейчас служил. И повторяю, эти олигархи не связывают свое будущее с Россией. Просто им доносятся возможность, право разворовывать богатство народное государство. И вы знаете, они ведь начали тренироваться на разграблении социалистической собственности, народной собственности в 90-м, 91-м, 92-м, 90-е годы. А сейчас уже они вроде разворовали, теперь они стали разворовывать бюджет государственный. Их не остановить. Ну, все-таки, я думаю, что вы знаете, что делать. Ну, кроме того, что вы уже сказали, что это решение должно принимать первое лицо государства. Только. Ну, действительно, главнокомандующий, это логично. Что еще? И уравнять всех перед законом. Уравнять все население. Ой, как сложно. А вы что, Грибоедова не читали? А вы что, Грибоедова не читали? Иначе нет будущего. В стране иначе нет никакого будущего. Перед законом все должны... Законы пишутся для всех. Исполнять его должны все. Это самое главное заповедь. Вы знаете, говорят, во время Чингисхана, историки пишут, что во время Чингисхана он принял, когда свою империю, она была коррупционная, бандитская, разваливалась на часть. К концу его царствования любой мальчик мог взять в руки кусок золота и с одной части империи перенести в другое, и нихуя не мог тронуть. Такая была законопослушная граждан, несчастная. Сейчас у нас, ну, полностью... Смотрите, я спрашивал иногда, встречая богатых людей, вот у нас уехало более 300 тысяч человек богатого из-за границы. А в Северне в Англии это более 300 тысяч человек. Я порой интересуюсь, почему они уже боятся за детей? Дети – это наше будущее. Боятся за своих детей. Поэтому страшно, когда люди уезжают и забоялись своих детей. У нас звонок, пожалуйста. Здравия желаю. Сергей Борисович из Москвы, Триванск. Здравствуйте. Земляне, граждане Советского Союза, уважаемая Татьяна Степановна и ваш гость Виктор Иванович. Значит, в телеграфном стиле вопросы, предложения. Значит, упомянутый не к ночи Евгений Федоров, депутат Госдумы от Единой России, значит, везде кликушествует о том, что Российская Федерация уже 20 с лишним лет оккупирована. Но он самый главный элемент не озвучивает. Виктор Иванович, если у вас есть возможность, задайте ему где-нибудь вопрос, почему он молчит о ключевом инструменте. Значит, у нас в Конституции 15-я статья, часть 4, Де Юре с 93-го года, с 12 декабря, 20 лет, утверждает приоритет норм международного права над внутрироссийскими законами. То есть, все, что у нас писалось после 93, значит, с 1 января 94-го года, все законы, они составлялись не здесь, а за рубежом. Вот это ключевой элемент оккупации. Второй вопрос. Виктор Иванович, значит, вы читали в статье, в газете своими именами, 27-й номер за 2011 год, это начало июля, статью, значит, Валерия Марксовича Смирнова, учредителя фронта национального спасения в 90-м году, а потом был в газете своими именами. Так вот его статья о прямой демократии, по-моему, на шестой страничке, там было упоминание, что премьер-министр Российской Федерации на то время, на июль 2011 года, Владимир Владимирович Путин имеет второе гражданство, а именно гражданин Германии. Это второй вопрос. И третий вопрос. Личный, Виктор Иванович, когда вот вас спрашивают насчет собственности, имеет ли советский генерал собственность, а вот когда вы и ваша жена ваучер брали в 92-м году, вы текст присяги, последние два абзаца советской, которые вы принимали в свое время, помнили, нет? Спасибо за ответ. Ну, сколько вопросов, Сергей Борисович. Вы знаете, то, что наша страна зависит от Америки, в этом все уже убеждены. Ну, какой хозяин будет хранить свои капиталы за границей? Мы свои капиталы, более 2-3 миллионов рублей, храним в американских банках. Когда продаем нефть, а сейчас и газ, лес, мы там деньги храним, там, в Америке. Под 2% годовых. Сами берем под 6-8%, сами берем там. И под 16% отдаем своему населению. Царская Россия в армии Николая II была очень зависима от Германии, но деньги всегда держали у себя. Поэтому только силой мощнейшего давления, мощной зависимости американского капитала, мы деньги храним это там. И вторая деталь, немаловажная деталь. Наш весь кинемотор, наше телевидение находится в руках американского капитала. Ну, а комсредства информации, главное в руках чьих, то в чьих руках власть? Я думаю, дальше не стоит об этом говорить. Это вот в этом касается оккупации. Вот что касается... 15-я статья Конституции. Приоритет международного права над российским. Это да. Это законы, которые мы принимали в Думе, я был председателем комитета Госдумы, они, в общем-то, были, понимаете, так продуманы, так составлены и направлены были на поддержку капитала, но не простого человека. Все законы, которые были. И в Первую Думу пошли все министры, для того, чтобы проводить эти все законы. И там было трудно что-либо, другой закон, который бы отвечал национальным интересам государства. Поэтому такое положение на стране, и мы перед этим фактом, мы бессильны пока. Вырваться из этого положения, в которое попала Россия, я не знаю, каким способом можно. Прочути. Так что мы тогда говорим-то, Виктор Иванович, если вырваться невозможно, ну, чего говорить? Ведь я знаю, что вам хотелось сказать. Я понимаю, но... И мне хотелось, чтобы мы сказали, что творится в армии, что мы можем сделать и можем ли вообще сделать. Ну, может, если начнутся у нас честные выборы. Если будет... Нет, ну, это главное, понимаете, народное вылезавление народа должно быть выражено через голосование на выборы, вылезавление. И народ голосует, но фальсификация настолько сильная. А кто вам сделает эти честные выборы, если мы видим, что вся система сверху донизу и снизу доверху? Если законодательная власть возьмёт под контроль, сама будет организовывать проведение. А зачем она будет ей хорошо? Ну, на всём в Америке и на Западе выборы проводят законодательные власть, а не исполнители. У нас перевёрнутая страница, это в обратную сторону нас проводит. Кому заинтересованы исполнители, заинтересованы. Смотрите, в Московской области, там районные начальники, председатель районов, они по 15-20 лет, они бессменные, понимаете? Ну, а у нас верховная власть у нас и так? И у нас тоже, и у нас так бессмертно. Ну, тут тоже бессменные, как Кащей бессмертный, да? И все не говорят замены, дескать, Владимиру Владимировичу Путину нету. А вот я, знаете, вспоминаю, все говорили, Лужкову замены нет. Уйдёт Юрий Михайлович, что будет? Ну, я рискажу, что... Ну, Собянин по сравнению с... Ну, мы не будем лучше, хуже, но это ничего, Москва стоит. И в лучшую сторону многое изменилось в Москве. Поэтому ротация, наверное, полезна. Ротация должна быть полезна, и долгое нахождение власти калечит человека. Ничто так, ещё Наполеон говорил, ничто так не калечит, как долго присутствовала власть человеку. Говорят, это сладкое слово «свобода», а, наверное, это сладкое слово «власть». Выкусишь, потом уже не хочется пропускать. У нас ещё раз звонок, пожалуйста, говорите. Все здравствуйте, все живите. Два наимных опроса. Уважаемая Татьяна Степановна, вы выразили мысль, что сначала в СМИ мучала фамилия министра обороны Сердюхова, а потом всё пошло на спад. И что вы где-то прочитали фразу, что это надо приравнивать к измене, то, что происходит в армии. А уважаемый Виктор Иванович выразил мысль, что везде на реформах стоит подпись президента. А президент по Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года есть главнокомандующий, как здесь звучало. Следовательно, вышестоящий начальник министра обороны. Разве не потому и СМИ исчезает или исчезла фамилия министра обороны Сердюхова? И второй вопрос. Прозвучала мысль, что Сердюхов – исполнитель воли президента. Тогда возникает вопрос, а чужой волю исполняет президент, если по третьей статье Конституции Российской Федерации единственным источником власти и носителем суверенитета является многонациональный народ? Спасибо. Ну, вы знаете, мы долго не могли говорить о Сердюхове. Мы назвали буквально что-то его преступление, правоиски звенья. Больше круче, наверное, сказать нельзя. То, что, ведь, понимаете, Сердюхов, мы назвали правильно, что виноват во всем этом Верховном Локомандовиче. Сердюхов является министром и отвечает, деятель министра отвечает за военную область под непосредственным руководством Верховного Локомандовича. Но еще ведь есть премьер-министр. Есть премьер-министр, но по нашему положению министр финансов, министр со стороны отдела, министр обороны, министр внутренних дел напрямую подчиняется президенту Верховному Локомандовичу. Поэтому здесь еще одна особенность, что в Сердюхове это детище Медведева, Дмитрия Медведева. Ну, конечно. Он его назначил. Конечно, конечно. И они буквально друзья с Медведевым, так сказать, и женами там, и Васильева со Светланой Медведевым. Это все, в общем-то, один клан такой, понимаете. Поэтому здесь надо спрашивать и с Медведева бы спросить, как он допустил такое разрушение в армии. Ведь разрушена авиация, разрушен флот, разрушены схопутные войска. Наша армия сейчас не готова никаким видом боевых действий. Решили создать войска военно-космической обороны, а не только в начале создания. И дай Бог, что они к 20-му году были бы созданы, хотя бы основой управления. Вот Вы возглавляли военно-инженерную академию имени Куйбышева. В каком состоянии сейчас эта академия? Академия это... И другие. Ликвидирована. И многие академии, десятки училищ ликвидированы. Ну, знаете, военно-инженерная академия занималась выработкой стратегии обороны государства. Сейчас это, видимо, никому не надо. Решили... Это при Иванове на было уничтожено. При президенте... Так, с него тоже надо бы спросить. Конечно бы. Разрушена академия, две военно-воздушные академии. Инженерная и боевая академия Гагарина и Жуковского. Две военно-воздушные академии разрушены, выведены из Москвы. Разрушены, а боевая академия выведена в Воронеж. Она погибает там, потому что учёные там... Было даже решение военно-медицинское академии с Ленинграду убрать. Вообще, при Северском власти для военных академий, для военных давали дворцы. Сейчас им дают хижины. Хижины. Вот. Дворцы Васильевы. Да, и даже, смотрите, замахнулись, даже есть одна академия в Твери, военно-космическая академия. И даже её решили разрушить, перевезти её в Академию Можайского в Ленинград, в Санкт-Петербург. Почему город Санкт-Петербург назван и вообще нет? Ну, это уже другой вопрос, мы давайте не будем уходить. И даже этот академик создаёт военно-космическую оборону, оборонить войска, и решает военно-космическую академию уничтожить. И слава Богу, что сейчас министр обороны Шойга Новый вмешался и приостановил это разрушение. То есть есть надежда? Надежда, конечно, есть. С приходом Шойгу, который, как же говорят, министр обороны, который по своей натуре, он патриот, и он понимает, что без науки нельзя двигаться вперёд. Вот смотрите, будучи министром сейчас, он создал две академии, две академии, три института, один университет. То есть придавал очень большое значение обучению. А у нас сейчас армию всё разрушивает. Три года в армию не поступает ни в академию, ни в училище, ни офицер, ни курсант. Всё заменили какими-то сборами, курсами на 5, такими, на 2, 3, 4, 5 месяцев. А где же учёба? Я не удивлюсь, если через год, через два, от нехватки офицеров, председатель правительства Медведева скажет, надо приглашать офицеров НАТО. А по лётчикам вы слышали? Да, к этому всё идёт. Что лётчиков будем нанимать, потому что наших не готовят. Ну давайте нанимать лётчиков, давайте нанимать танкистов, давайте нанимать... К этому всё идёт. Ещё у нас звонок, я думаю, что это последний звонок, очень коротко, пожалуйста. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Мы вас слушаем, говорите. Алло, можно, да? Да, да. Алло. Алло, в 5 раз говорите. Да, да, я слушаю вас. Алло. Ну вот, мы вас хорошо слышим, вот вас. А, хорошо, всё. Виктор Иванович, это ещё раз Ольга Андреевна, я хочу всё-таки дать надежду вот в чём. Историческая параллель. Минин Пожарский, Пожарский Рюрикович, Минин, представитель, так сказать, купечества. Поднялись, потому что деваться было некуда. Уже, так сказать, средние слои наши были полностью под поляками, а бояре все продались. Такая же ситуация сегодня. Сегодня Сталин вёл военно-патриотическое направление по своему отцу в 1934 году в школах, ГТО и так далее вели, потому что пришёл к власти Гитлер и озвучил, что его конечной целью является нападение на Советский Союз и завоевание нового жизненного пространства. Сейчас такая же ситуация. Американцы уже откровенно показывают, что им не нужна вот эта вот власть в лице Путина и Медведева, они сами готовы у нас править. Как бы ни заигрывали наши с американцами, тем более доллар обрушивается, то есть агрессивный тон всё сильнее. Только поэтому появился Шойгу, который якобы патриот, потому что наши власти поняли, что американцы не такие партнёры, как они притворяются. Так что вот только ухудшение международной ситуации и прямой вызов России, даже в лице сегодняшних правителей, позволит их меняться. Всё, понятно. Понятно. Спасибо, Ольга Андреевна. Ну что, вся надежда на Минина и Пожарского? Ну, нет, конечно. Надежда на то, что просыпается гражданская ответственность у нашего населения, нашего народа, появляется зрелость, и выход из этого тупика, я думаю, что он найдётся. Ну вот, на этом мы и закончим, что выход всё-таки есть, но как минимум один, да, всё равно есть. Дорогие радиослушатели, наша передача подошла к концу. Я напоминаю, что сегодня у микрофона работал Виктор Иванович Устинов, советский и российский военный деятель, политик, историк, журналист, генерал-лейтенант. Спасибо вам большое, Виктор Иванович. Спасибо. И спасибо всем нашим слушателям, которые были вместе с нами, и которые даже не были, но они разделяют вот эти убеждения. Всего доброго. До свидания. До свидания.